итак тем еще раз привет добро пожаловать продолжаем кисеки и так после того как мы посетили хеюн вчера нам нужно возвращаться обратно в арка сель и сказать им то что мы как бы все больше не будем заниматься этим делом потому что а потому что первый следственный отдел взял это дело в свои руки увы да ребят печально не асдрюбель мнение такое такое не надо давай пожалуйста это не то что такое оу о юная госпожа или ребята отличная встреча дедушка эрнест-сан дедушка элисан да последнее время не редко тебя вижу но рад что ты в добром здраве усердно ли ты работаешь на своей работе да я еще новичок поэтому не до конца разобралась во всем но я делаю все возможное чтобы соответствовать фамилии макдау как я уже говорил не беспокойся о нашем доме а эти господа и дамы твои коллеги да приятно познакомиться полиция кроссбелла спецотдел поддержки меня зовут ллойд баннингс его плату яна поклоняется здрасте рэнди орландо меня зовут генри макдау судя по всему вы очень сильно помогаете моей внучке а это не ничего подобного скорее это она нам очень сильно помогает поэтому мы в долгу перед ней но это действительно так юная госпожа нам очень сильно помогает особенно с составлением рапортов и другой бумажной работой я думаю что вы рэнди сан просто должны хоть немного пытаться помогать ну хорошо или точнее я рад видеть что тебя на рабочем месте все хорошо да но юная госпожа я думаю что вам стоит хотя бы иногда навещать своих родителей ребята у меня там дождь за окном не знаю слышно нет жесть прошу прощения просто я подумала что не стоит пытаться полагаться на кого-то другого в тот момент когда я решила наконец-то стать независимый диск да но все же да все в порядке эрнест так ребят еще раз напомню эта игра старая 2011 по моему или 10 если или так решила и настроена всерьез пусть так и поступает мая на иран дамич на токму и к мады и аптим на сай какой бы путь ты не выбрала иди по нему до тех пор пока ты не сможешь достичь цели и не будешь удовлетворена каоси кондо а декина и на декире даке киориок соседе мора я не могу смешивать бизнес с личными делами но знаю что я буду рад помочь сотрудничать с тобой в мере своих возможностей да большое спасибо ну что ж пойдем эрнест да пять часов вечера оу-оу-оу ничего себе эй а можно нам такую же блин а прикольная машинка эй а ух сунгей крыма дана ой ух ничего себе какая потрясающая машина я пари о джону диккат тем но с как не мочи на руках я так и знал а юная госпожа вы действительно из богатой семьи да эй а ну как бы чё лодица генри мак даул разве не так зовут города города разве не так зовут мэра города кроссбелл стоп до него только дошло Чего? Серьезно? А, точнее, до них А, да Похоже, что в базе данных действительно была подобная запись На самом деле, я думаю, что это удивительно То вы не смогли заметить этого раньше Да нет Я действительно немного задумался, когда впервые услышал твою фамилию Но поскольку происходило очень много событий И в итоге я просто забыл про это Да, а теперь мне определенно стыдно немного Ой, да ладно, тут ни о чем беспокоиться В конце концов, позиция моего деда не имеет никакого отношения ко мне Что важнее, нам стоит поспешить и проинформировать Илью-сан и всех остальных Обидно, конечно Но нам все-таки придется им сообщить о том, что Дело передаем другим Да, верно Кстати А в чем может быть причина, что Дедушка юной госпожи Решил прийти в Аркенсель А, ну Первое публичное представление нового спектакля Аркенсель Состоится в рамках Юбилейного фестиваля этого года Скорее всего Он пришел на встречу с ними Ну, в связи с этим делом Мда Не, ну Ллойду простительно Потому что он как бы Три года тут не был Он как бы и да Ну и плюс, типа Ну Может быть просто Та же самая фамилия Чего общего Может нету между ними А, тут Эпик происходит Кстати, надо попробовать Зайти к Элле домой сейчас Может что-нибудь будет там Ребята Это было потрясающе Просто невероятно Я прямо в шоке Ну, если мы продолжим в том же духе То я думаю, что у нас получится Действительно хорошее выступление Рисше По идее сейчас Должна наступить очередь Лунной принцессы с ее сценой как насчет того чтобы задержать или замедлить ее вращение немного и таким образом лунные принцессы солнце придется ответить так чтобы действительно поразить зрителей да это просто потрясающее чтобы создать одну сцену вы прилагаете столько усилий так далеко заходите если можно что-то сделать чтобы сделать выступление лучше вполне логично пытаться довести все до идеала и что важнее что случилось почему вы тут есть какой-то прогресс ну да к сожалению нам придется сообщить вам кое-какую неприятную новость ну ладно я позову еще директора театра так что подождите здесь чтобы рассказать ему тоже всю историю да ну подумай только такая опасная личность да ну неужели этот человек действительно где-то в городе и вот это интересное то есть и даже интересно бессмертный убийца что скрывается тени который стал легендой в восточном районе города звучит здорово этот персонаж идеально подходит для спектакля чего точно как насчет того чтобы использовать его нельзя ли случаем использовать те белые халаты из третьего акта в качестве костюма коллапы мантии и или окон сейчас не время для таких глупостей ну похоже что некая группа которая называет себя июн наняли этого ассасина по имени и но к сожалению мы так и не смогли понять почему им послал это письмо с угрозой вам или ассан но судя по всему шанса на то что это всего лишь розыгрыш крайне мал так что насчет вашего выступления и возможной отмены нет это невозможно даже если бы пришла угроза с тем что они собираются взорвать театр мы ни за что не покинем сцену верно директор театра ну да и якун ходу дела на и не все а вот так чья аукаре скакаре Подобно одержимым монстрам, когда дело касается выступлений. И, скорее всего, ни один из наших артистов не откажется от выступления. Ну, я, возможно, тут новичок, но я с вами согласна. Ну и ну. Здорово то, что вы будете выступать на сцене даже под угрозой смерти. Ну, если вы действительно намерены продолжать шоу, надеюсь, вас не смутит факт того, что нам придется передать это дело другому отделу. Ну, честно говоря, это меня немного раздражает. Но, как я понимаю, выбора нету. Это будет первый следственный отдел, верно? А что это за люди? Кто им руководит-то? Ну, судя по тому, что я видел, они действительно очень способные. И состоит... И этот отдел в основном состоит из элиты. Ну, на самом деле, они действительно очень хорошо справляются со своими делами. Первый следственный отдел — это элитная группа в полиции. Что по названию, что по их сути. Я думаю, что они могут идеально обеспечить вам безопасность. Ребята, они же не смогут идеально, верно? О, боже. Да дайте мне передохнуть. Ну, с другой стороны, у нас же там будут гости, поэтому мы должны позаботиться о их безопасности тоже. Ну, к сожалению, придется с этим смириться. Ну, к сожалению, придется с этим смириться. Ну, в любом случае, все зависит от тебя. Когда мы начнем выступление, я сомневаюсь, что тебя сильно будет что-то волновать, кроме самого выступления, верно? А это что за грубость? Вообще-то, меня очень даже беспокоит судьба наших гостей. Выступление становится полноценным выступлением только тогда, когда оно находит отклик у зрителей. Разве это не то, что вы сами постоянно говорите, директор? Ну, в твоем случае, я думаю, что все немного по-другому. Ну, в твоем случае, я думаю, что все немного по-другому. Я бы сказал, что тебе более свойственно, так сказать, насильственно всех заставлять следовать твоему собственному ритму. Ну, я даже не знаю, что сказать на это. Ну, это все говорит о том, что она, похоже, действительно, одержима сценой. А, ну, тогда... А что насчет вашего расследования, Ллойд-сан? А, да, простите. Ну, а потом, учитывая, что первый следственный отдел возьмет все это в свои руки, я думаю, что вам вообще не стоит ни о чем беспокоиться. Вот как. Ну, мне немного неприятно из-за того факта, что ты, братик, не сможешь быть заглавным в этом деле. Но, тем не менее, спасибо за все, что вы сделали до сих пор. В благодарность я вам всем вышлю билеты на наше выступление. Так что вы сможете прийти посмотреть наше выступление в следующий раз, когда вы будете свободны. Да, но, к сожалению, что касается самого выступления на юбилеи... Мы не можем дать билеты на это выступление. Но, к счастью, если вы не против, как насчет того, чтобы вы взяли билеты на выступление в следующем месяце? Серьезно? Да, ну, я думал, что мне придется ждать еще один дополнительный месяц. Вот это жир. Эли? Извините. Что-то... Что-то... Как-то... Я не могу сделать это. Я сожалею, что... Мы доставили вам столько хлопот. Ой, да ладно, не нужно переживать по этому поводу В конце концов Это является частью работы полиции Такова природа предотвращения преступлений Верно, верно, Риша-чан Ну, насчет нас, не переживай И да, кстати, удачи на вашем предпоказе Да, большое спасибо На предпоказе? Ты что, не знаешь про такое? Аркансиэль устраивает небольшую демонстрацию своего нового выступления До того, как это выступление будет показано основной публике Да, верно Это также будет для меня в первый раз Похоже, что на это выступление были приглашены Официальные лица разных стран И представители СМИ Похоже, что только Теки знаменитые люди, которые поддерживают это выступление Будут присутствовать Понятно А, случаем Мэр Макдау Не приглашен? Да, он будет нашим Почетным гостем Я слышала, что Он планирует публично поддержать это выступление В связи с юбилеем фестиваля Он сегодня как раз-таки Приехал к нам Несмотря на свой занятой график Это было действительно очень Мило с его стороны Понятно Риша-сан Ну Удачи вам На предпоказе Я уверен, что у тебя все получится Даже несмотря на то, что это Ваш первый раз, Риша У вас все получится Верно Сходя из того, что я видел на репетициях Не похоже, что есть повод для беспокойства О,絕對 Да, это определенно будет Отличное выступление С нетерпением Жду Большое спасибо Это очень Обнадеживает Ну ладно, я вернусь К репетиции Спасибо вам за все Прошу простить Ну что ж Думаю, на сегодня-то все Возвращаемся домой Действительно Почему-то я чувствую себя Очень усталый Действительно Ммм Эрастов Мечтай Да блин, не дают Ну ладно Я хотел проверить дома или Печаль Причем там Не дают даже По этой стороне Пойти домой Ну ладно Ой, я сегодня Действительно Очень устал Давайте без того Чтобы делать Крюки Вернемся В спецотдел Поддержки Сразу Думаю Отсюда будет Лучше Пойти По Переулку Так будет Быстрее Мда Ну Зайдем сюда В заведение Может что-нибудь Интересное Никого Короче Да, понятно Вряд ли найдем Что-то интересное Ставьте Ребята Ага Фигушки Не так легко Ну кстати Вон сундук Вон он На крыше Блин Сидит и маячит Так Тут тоже 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 не так Да Ну возможно На каком-нибудь Христе Нам Дадут Подняться Опа Опа Так Ладно А вот Это Неожиданно Вот Тут даже Вентик Ара О А ты Мы встречались У студии Давно Не виделись Тебя же Зовут Рентиан Верно Да Прошел Месяц Однако Перепроверять Имя Рентиан Не очень Вежливо Ладно Как Джентлмену Разве Вам не нужно Было Запомнить Имя Рен И никогда Его не забывать Да Да Действительно Она довольно Строгая Девочка Похоже Ты Здесь Одна Как я понимаю Ты пришла На автобусе Да Ну Что-то В этом Роде Рентиан Рен Иногда Посещает Этот Антикварный Магазин Самостоятельно Потому Что Иногда У них Есть Тут Куклы Дедушки А иногда Тут Можно Найти Чудесные Плюшевые Игрушки И Вот Оно Как Да Но Детям Не очень Безопасно Бродить В одиночестве В таком Месте Тут Нет Ничего Опасного Братики Зазывала И Сестренки Легкого Поведения Все Очень Хорошие Люди Еще Кстати Есть Те Ребята Одетые В Да А также Есть Еще Те Ребята В Черных Очках Которые Очень Забавны Э Ну что-то Я начинаю Беспокоиться Немного Да Кстати Говоря Похоже Вы неплохо Провели Время Играя В прятки С Господином Волком А также Похоже К вам Пришли Кое-какие Особые Гости В конечном Итоге Да Неужели Ты про Все Это Знаешь Из Статьи Кроссболтай Бу-гага Что-то В этом Роде Этот Волк Как я Понимаю Стал Вашим Другом Братики Сестренки Да Может быть В следующий Раз Вы Познакомите Рен С ним А? Да Хороша Как всегда Очень Загадочная Девочка Действительно Да Так Вы Подружились С этим Волком Не так Ли А То же самое В следующий Раз Как Насчет Того Чтобы Познакомить Рен С ним Да Ребят Короче Нужно Будем Нужно Будет Заходить Сюда Почаще Похоже Мы Будем Ю Тут Встречать Довольно Часто Если Повезет О А вы Знаете Рен? Хе-хе Какое Интересное Совпадение Да? Э? А вы Знакомы Друг с Другом Как-то? Да Эта Девочка Живет В студии Одного Моего Знакомого Фанатичного Старика Ну Насколько Я поняла Она не является Его Родной Внучкой Или что-то Подобное Но Похоже Что Он ее Очень Любит Помимо Прочего Она Настоящий Гений Я Очень Рад Что У меня Есть Такой Клиент Интересно Очень Интересно Прямо Очень Очень Интересно Так С мими Поиграем Эй Я хочу Еще Поиграть А Все Ладно Ну Давайте Поиграем С ней И Песика Позовем Вот Почему Нам Не дают Идти Другими Путями Потому Что Тут Эвент Понятно Этот Человек Ай О Я так Рад Я Не был Уверен Это Действительно То Место Эрнест Сан Вы Случаем Не Пришли Ко Мне В гости Да Мне Нужно Было Выполнить Одну Работу И По пути Решил Навестить Вас Эли Что Случилось Выглядишь Ты Не Очень Бодрый Ранее Похоже Вы Нанесли Визит Аркансиэль Да Это Как-то связано С вашей Полицейской Работой Не Да Нет Ничего Особенного Просто Кое-кто Из Театральной Группы Обратились К нам За консультацией Ну и мы Просто пошли Сообщить им Результаты Но На самом деле Я не был уверен Стоит ли мне Приходить сюда Или нет Однако Как я вижу Все-таки Я правильно Поступил Что Пришел Э Позвольте Мне быть Откровенным Эли Ты не могла бы Уйти из полиции И вернуться домой Нет Я не отдам ее Она наша Верно Ребят Эй Что-то за резкий Поворот событий На влюбленных Они вроде Не похожи Так что В чем причина Я знаю Что это была Твоя идея Пойти В полицию Но Ты сейчас Выглядишь Очень усталый Скорее Я бы сказал У тебя сейчас Взгляд Потерянного Ребенка Ты действительно Уверена Что это Тот самый Путь По которому Тебе Следует Тыки Ну Я хорошо понимаю Твое отчаяние По поводу Текущей Политической Ситуации Возможно Именно Эта ситуация Как-то Связана С твоим Желанием Поступить В полицию На службу Но Эли Я хочу Поставить мэру сейчас связи с предстоящим фестивалем юбилея в следующем месяце мэр сейчас очень занят и сразу после праздника ему придется пойти на встречу где будет спор с империей и республикой по поводу бюджета а через полгода выборы мэра еще я уверен что ты знаешь о том что мэр спланирует уйти в отставку но к сожалению так и не смог найти подходящего преемника я уверен что если ты будешь рядом с ним сейчас то он сможет чувствовать себя гораздо более уверенным и сможет разобраться с проблемами легче простите наверное я слишком озойливый стойчивый даже но я просто не могу больше продолжать закрывать глаза на эту проблему как человек который очень сильно уважает мэра и как твой друг я не могу больше бездействовать эрнеста чем кими на мичево кими гаками манаде само собой выбор конечного пути остается за тобой просто я хочу чтобы ты еще раз подумал о том действительно ли это правильно то что ты делаешь сейчас позволь мне немного подумать об этом ребята простите я немного устал а поэтому я пойду в комнату и отдохну да ребят мне одному он он не нравится кими тати и кино рисом на катаре прошу прощения ребят что я появился вот так внезапно из ниоткуда да нет похоже что у вас очень много забот на аммари у живу на кота и семена идея теклео на ну просто пожалуйста перестаньте вот так издеваться над юной госпожей верно а то у меня такое чувство вы как будто вы пытаетесь отобрать украсть у нас элли сан да нет я не намерен ничего подобного делать но кстати говоря ребята вы знаете что изначально она хотела стать политиком серьезно да безусловно она казалась очень хорошо проинформирована в вопросах политики и экономики да для нее преемницы нынешнего мэра было вполне естественно сделать себе карьеру в политике многие угу многие годы учебы по обмену в многих разных странах способствовала развитие таланта как международном отношении так и политики однако вернувшийся в прошлом году на родину она твердо решила поступить в полицию вот оно как мы не знали на нанде кон на серебра у джоу сама на кейс от сниту а у мета кедона ну я всегда задавался вопросом почему такая прекрасная юная госпожа вдруг решила поступить в полицию если возможно я хотел бы чтобы вы ребята присмотрели за ней пока она не придет к какому-то решению уже сложно если она продолжит таком же духе и дальше я сомневаюсь что ее ждет процветающая жизнь мой у нас канка ой уже такой час лада простите что я потревожил вас а теперь прошу простить меня да да не знаю почему она сегодня пришлось очень много вздыхать сегодня у нас было действительно куча всяких событий я в некотором роде даже морально истощен действительно качоне так после того как мы обо всем сообщим шефу давайте пойдем отдыхать пораньше понятно ну и что дальше собираетесь пойти поплакать в подушку да нет не будем мы плакать в подушку и как-то дебатти кита но не были дать на тачбан и крысо карелем муна нам деска просто мы не можем что-нибудь сделать как-нибудь надавить на первый отдел чтобы мы все-таки смогли как-то выполнить это дело нет это невозможно вот ли скорее всего выследит вас и в итоге сделать очень строгое предупреждение действительно а тогда почему бы нам просто не предложить свою помощь первому свет следственному отделу но учитывая как тот очкарик вел себя по отношению к нам я думаю что довольно трудно у нас может что-то получиться да скорее всего да да У нас в полиции, так сказать, каждый имеет свою территорию и пытается не пускать никого. Особенно это касается элиты из первого следственного отдела. Они точно откажутся от помощи таких детей, как вы. Однако, если вы хотите работать инкомнита, то это уже другая тема. Э? Спецотдел поддержки это очень нестандартный отдел, так сказать. Поскольку мы как бы игнорируем департамент, это дает нам определенную свободу действий, которую вы можете использовать в своих интересах. То есть, по сути, если вы правильно все обдумаете и будете стараться не лезть на их территорию, так сказать, чтобы быть на виду, то вы, в принципе, можете что-то сами сделать в этом деле. Понимаете, о чем я? Ой-ой, вы уверены, что вам можно такое вообще говорить? Вы ведете себя как очень плохой шеф. Ну, я же говорил. Я не буду работать с вами непосредственно, так сказать, на поле действия напрямую, однако, когда смогу, я буду вас прикрывать. Вы, вы, в конце концов, вы будете находиться в гуще событий, а не я. Ну, что-то, но это не так, что-то неудачно. Однако, даже несмотря на то, что я сказал ранее, учитывая ситуацию, это может быть довольно проблематично реализовать. Особенно учитывая, что у вашего товарища есть некоторые проблемы сейчас. Чем-то учитывая, учитывая, что у вашего товарища есть некоторые проблемы сейчас. Эту ситуацию вы сможете преодолеть только действия, как единое целое. Ну, это... ну, если у вас есть что-то не может быть ниже, что-то не может быть. Ну, если юная госпожа будет в таком состоянии дальше, то будет трудно работать с нее. Какой-то 引き締まらない Она может показаться, будто в хорошем настроении и все хорошо, так сказать, у нее Но внутри она будет полна беспокойства Ну, мне показалось, что сегодня она весь день была такой Все ли будет в порядке, Цейли-сан Ну че, Ллойд, пора спать мужиком? Эли Мне показалось, что за последние два месяца мы стали довольно близки Однако, похоже Кое-что очень важное, что касается нее Никто из нас не смог заметить Она как внучка Макдалла Неудивительно, что изначально хотела стать политиком Насколько я понимаю Эли, ты не посещала полицейскую академию, верно? А как так случилось, что ты попала в полицию? Ну, скажем так, это социальное исследование Кстати говоря Я все равно сдала письменный экзамен И Тест на меткость Прельба И поскольку я отлично смогла справиться И у меня были лучшие оценки Мне не смогли отказать Чем больше я слышу Чем больше я об этом слышу Тем больше я понимаю, как сильно это отличается от моей ситуации Вот как Но ведь это большая редкость Чтобы новичок, как Ты Мог получить Лицензию детектива В таком возрасте На конце концов у тебя были свои причины Обстоятельства Чтобы Добиться этого сейчас Ну Думаю, лучше всего продолжить этот разговор После того, как мы станем Ближе Как коллеги Ладно Думаю, мне стоит пойти немного поговорить с Элей Если ее что-то беспокоит Возможно, я смогу ей чем-то помочь И кроме того Я думаю, самое время продолжить Тот самый разговор Ну что ж Пойдем продолжим разговор Но прежде чем пойти к Эле Давайте зайдем к остальным О Что такое, Ллойд Набираешься куда-то выйти на улицу В такой час А, да не Не совсем Неужели это касается Юной госпожи Ну Похоже У нее действительно очень много Беспокойств Не знаю Насколько Действительно стоит Лезть Сейчас В ее дела Ну да Ты прав Но все же Если у нее есть какие-то проблемы Что ее беспокоит Я по крайней мере Хочу попытаться Поговорить с ней Лен Дайте постер Заценить Так Ну как бы тут все Больше никого нету Серега Про него чуть не забыл В чем дело Почему ты смотришь на меня С таким унылым лицом А, простите Шеф, вы сейчас работаете? Ну Даже в таком отделе Есть бумажная работа Которую мне нужно делать Если тебе нечем заняться То лучше уходи отсюда Ладно Я хотел бы Сконцентрироваться На документах И закончить с ними Как можно быстрее Хорошо Не буду мешать Ну ладно О, сайт Кто-то по Волчине Да Похоже Ты расслабился Или Похоже Ты Отдыхаешь Так Она тут По-моему Да Поэтому сначала Зайдем к Тио О Тио Ты читаешь книгу? Нет Это Специализированный Технический Журнал Который я читаю Кстати Ллойд Сан Я знаю О чем ты хочешь спросить Это про Эли, да? Да Я собираюсь Немного Побеседовать Как раз Вот как Тогда я Оставляю Это На вас Ллойд Сан Я не очень хорошо Разбираюсь В таких вещах Так, ладно Давайте сделаем Перерыв И продолжение Следует Продолжение следует